Если перемножить все числа, начиная с числа тысяча один и заканчивая числом две тысячи, это произведение будет делиться на два в тысячной степени, и при этом оно не будет делиться на два в тысячи первой степени. На самом деле ее можно и без всякой индукции доказать, и это мы сейчас сделаем. Но давайте поймем, что значит такую задачу решить в индукции. Смотрите, господа, вообще в задаче написано некоторое конкретное произведение. Написано, что ты должен взять тысячу один, тысячу два, тысячу три и так далее за двух тысяч, все перемножить, ну и после этого делить на два в тысячи. Но маленькая проблема. У меня нет никакого желания действительно сидеть и перемножать тысячу четырнадцатых числов. Поэтому, чтобы применить индукцию, надо суметь сформулировать общее утверждение, частным случаем которого будет вот этот вот факт. и соответственно доказать это общее утверждение и у нас все получится. Рассказываю, что такое в данном случае общее утверждение. А вот что такое. Здесь надо вместо тысячи подставить n. И утверждение запишется так. Если возьмешь число n плюс 1 умножить на n плюс 2 на n плюс 3 и так далее умножить на n плюс n, то это будет делиться на 2 в n и не будет делиться на 2 в степени n плюс 1. Обратите внимание, что я сделал. Я вместо тысячи написал произвольную букву. Какую возможность мне это дает? Очень просто. Я могу сейчас подставить вместо n какое-то небольшое значение. Например, n равно 1. Тогда будет просто, что 2 делится на 2 и не делится на 4. Это правда. Вместо n доставляют вольт. Будет так. 2 плюс 1 умножить на 2 плюс 2. Делится на 2 в квадрате. Кстати, 2 плюс 1 это 3. 2 плюс 2 это 4. 12 делится на 4. И не делится на 2 в 2. Правда. Но давайте еще один примерчик посмотрим. Следующее значение. Давайте возьмем так. 3 плюс 1 умножим на 3 плюс 2 и на 3 плюс 3. Это 4 умножить на 5 умножить на 6. 4 на 5. 20 это 120. Господа, 120 на самом деле делится или не делится на 8? Кто знает? 120 делить на 4. Сколько будет? 30. 30. А 30 на 2 делится. Будет 15. А вот 15 уже не делится на 2. Все правильно. На 16 не делится. На 8 делится. Смотрите. Я перебрал маленькие значения n. Посмотрел 1, 2, 3 и все получилось. Ну, строго говоря, достаточно было бы только 1 проверить. А теперь я смотрю, что происходит вот с таким выражением, когда n увеличивается на 1. n плюс 1 исчезает, появляется n плюс 2, n плюс 3, n плюс n остается и добавляются еще 2 умножителя. Объясняю. Когда вместо n написали n плюс 1, то раньше было до 2 n, а теперь до числа 2 n плюс 2. Зачехнули, фактически, n плюс 1 и вписали вместо этого два числа. А давайте я их по понятию запишу. Что такое n плюс n плюс 1? Это 2 n плюс 1. А что такое n плюс n плюс 2? Это 2 n плюс 2. Ребята, а все просто. Зачехнули n плюс 1 и вписали нечетное число. Ну, нечетное множество вообще никак. Мы делимся на степени крюки не влияют. И вписали вот это. А это число, это, между прочим, двойка, умноженная на n плюс 1. Значит, действительно, добавилась одна двойка. Для тех, кого рассуждение по индукции не убедило, разрешите... Это не последняя строчка, и на это мы сходимся. Разрешите написать решение той же самой задачи без индукции. Смотрите. Дисичайте. Его тебе умножать не буду. Умножить на тысячу два, на тысячу три и так далее, и так далее. На тысячу девятьсот девяносто девять, на две тысячи. Я сейчас сделаю хитрую вещь. Я возьму и впишу еще много-много множителей. А именно, один, два, три, четыре, пять и так далее. Девятьсот девяносто девять. Все числа... Не, и тысячу, забыл тысячу. Конечно. Девятьсот девяносто девять и тысячу. Спасибо, что тебе сказали. Вписать все числа, чтобы вверху получилось то, что называется две тысячи материалов. Произведение всех чисел от одного... Ну, разумеется, просто так нельзя. Надо не только умножить, но и на те же самые числа надо не забыть разделить. Итак, ничего не изменилось. Я добавил вверху тысячу чисел и разделил на ту же самую тысячу чисел. А вот теперь я говорю следующее. Две тысячи разделить на тысячу – это двойка. Вот здесь где-то было число тысяча девяносто девяносто восемь. Когда я разделю, будет тоже двойка. Вот эта двойка с этой единицей замечательно. Частная будет тоже двойка. Ребята, я для каждого числа снизу найду вверху двое большее число. И частная будет равно двум. Соответственно, таких операций будет тысяча штук. Значит, это будет два в тысячной степени умножить на один, три, пять, семь и так далее. Это будет число нечетно девяносто девяносто девять. Пожалуйста, запишите это и всего хорошо. Два в тысячной степени умножить на произведение всех нечетных чисел один, три, пять, возраста девяносто девяносто девяносто. Заметьте, здесь индукции нет, хотя в некотором смысле это одно из других. Просто если вы проследите внимательно за тем, что было по индукции, то по большому счету это то же самое. Продолжение следует...